На этих кадрах видны залежи мусора на отрогах ледника Давыдова близ рудника Кумтор. Это отходы разработки золотоносной руды. Вместо того, чтобы вывозить их и утилизировать, компания Кумтор Gold Company этот мусор складировала на поверхности ледника. Нагреваясь на солнце, шлак способствует тайню льда, создавая опасность гигантских оползней. Такие действия кыргызская сторона характеризует как акт произвола, причиняющий вред окружающей среде. Сброс мусора идет уже много лет, с того момента, как компания получила разрешение добывать золотоносную руду в карьере открытым способом. Из заключения проектного соглашения следует, что руда подлежит добыче, но документ не содержит ни слова о том, что отходы производства разрешено сбрасывать на ледники. Как видите, карьер очень глубокий. Все его отвалы, как я сказала, влияли на ледники. Тем самым нарушен закон о сохранении водных ресурсов. Загрязнение воды нарушает экологический баланс. По оценкам экологов, в результате утеряно более 180 миллионов кубометров снега и льда, а ведь это 180 миллиардов литров ледниковой воды. Потеря может быть гораздо больше, если учесть, что вызванная парниковым эффектом таяния льда способна в любой момент повлечь сход горных лавин, уносящие гигантские запасы влаги. Но для канадской золотодобывающей компании интересы бизнеса, очевидно, важнее. Экономя на транспортировке отходов, она, возможно, надеется выиграть и на гибели ледников, поскольку их таяние освобождает территорию, которую при умелом нажиме на руководство страны можно заполучить для расширения площадей карьеров золотоносной руды. Но есть еще и другая причина серьезных опасений. Хвастохранилище опасных химических отходов производства. По итогам расследований, проведенных госкомиссией и несколькими международными организациями, руководство страны признало, что место складирования представляет опасность для окружающей среды. А вот здесь находится хвастохранилище площадью в 450 тысяч гектаров. Выше него находится ледник Петрово, чуть ниже озера Петрово. В случае землетрясения или какой-нибудь другой природный катаклизм, вода из озера может хлынуть в реку Нарын, неся с собой токсичные отходы. Кыргызская сторона настаивает на том, что опасное соседство не отвечает требованиям экологической безопасности. Ведь отсюда начинается Нарын, который впадает затем в Сырдарью. Если токсичные отходы попадут в эти реки, это может повлечь катастрофу, поскольку они питают влагой Ферганскую долину, где проживают более 15 миллионов человек. Власти Кыргызстана настаивают на том, что надежность хранения токсичных отходов хвостохранилища не соответствует требованиям экологической безопасности. Ситуация осложняется и тем, что выше этого полигона таяние ледников, спровоцированное золотодобывающей компанией, способствует ежегодному повышению объема воды в ледниковом озере Петрово. По последним данным, этот водоем площадью в 430 гектаров содержит около 65 миллионов кубометров влаги. Руководство настаивает, чтобы Кумтор Оперитинг Компани материально компенсировало ущерб, нанесенный кыргызстанской экологии. 7 мая Октябрьский суд Бишкека оценил его в 261 миллиард 719 миллионов 674 тысячи сомов, обязав компанию выплатить в качестве штрафа эту сумму. Активизировались и расследования в отношении ряда кыргызстанских чиновников, ранее освобожденных с занимаемых должностей. Например, бывшего премьер-министра Темира Сареева в понедельник допросили в рамках расследования фактов нарушений на руднике Кумтор. Бывшего его коллегу Мухаммед Калыя-Былгазиева, который уже 4 месяца содержится под стражей в Госкомитете нацбезопасности, также подозревают в том, что он, будучи премьером, незаконно выделил компании дополнительные земли. А комиссия по расследованию нарушений на Кумторе, возглавляемая в свое время Саппаром Исаковым, официально заявила в заключенном в 2017 году стратегическом соглашении с Сентера Голд Компани, что кыргызстанская сторона отказывается от всех экологических претензий, приостановив тем самым споры, игнорируя нарушения экологических норм и правил техники безопасности. Канадская компания, как правило, каждый раз предъявляет Кыргызстану ультиматум, заявляя о том, что приостанавливает свою деятельность. На этот раз угроза не подействовала. Руководство страны временно взяло процесс разработки Кумтора под свой контроль. В настоящее время штат сотрудников рудника укомплектован кыргызстанскими специалистами на 100%. Предприятие работает без сбоев и нарушений. Все отделы на руднике, техобслуживание, мастерские и другие работают в штатном режиме. Кроме того, программное обеспечение, которое было отключено до сегодняшнего дня, восстановлено. Проблем с подставками оборудования, припасов и продуктов нет. Рудник будет работать в штатном режиме. 17 мая на Кумторе ввели внешнее администрирование на 3 месяца и рассматривается возможность, в случае необходимости, продлить эту меру на такой же срок. Внешним управляющим Кумтор Голд Компани премьер-министр Улукбек Марипов назначил Тенгиза Болтурука. Против него в Канаде Центера Голд подала иск за якобы грубое неправомерное поведение в качестве члена совета директоров компании. При этом председатель Госкомиссии по расследованию нарушений на Кумторе, депутат парламента Килбек Джапаров, неоднократно поднимал вопрос о необходимости перевода компании под юрисдикцию Кыргызстана. Андрей Токамбайев, Корнычбек Азимов, 5 канал.